Человек всегда хотел летать как птица, но для длительного полета ему потребуется какой-нибудь летательный аппарат, а для полета интервального такая штука как батут. Но ощущение полета есть действительно. Настоящий спортивный батут с легкостью может выдержать человека весом 140 килограммов, при этом высота прыжка может достигать пяти метров. Только представьте, допрыгнуть можно до второго этажа стандартного дома. Профессиональные спортсмены на таком батузе выполняют абсолютно головокружительные трюки. Я пока ограничиваюсь простыми прыжками, даже это доставляет удовольствие. Я должен вам сказать, что это примерно такие же ощущения, когда в детстве качаюсь на самодельных качелях, но буквально за 10-15 минут просто прыгать начинает немного надоедать. Поэтому попытаемся сегодня чему-нибудь научиться, каким-нибудь маломальским базовым трюкам. Как пояснил мой сегодняшний наставник Никита, есть три базовых упражнения, с которых начинают все. Давайте начнем сет. Сет – это стандартный прыжок. Вот раз и встаем. То есть я подгибаю ноги, выставляю руки. Да. Получается, вы прыгаете на небольшой высоте. Для начала мы выпрямляем ноги вперед, руки ставим назад и встаем снова. На спину немножко уже посложнее, чем сет. Тут надо колени потянуть сильнее назад и потом встать. Ну и третий прыжок – это прыжок на живот. Прыгаем, раз и встаем. Главное запомнить – все базовые трюки выполняются на одном месте в центральной части батута. Прыгать влево, вправо, вперед или назад не стоит. Первые два элемента мне даются легко, а вот с приземлением на живот придется поработать. На мой взгляд, прыгать на живот психологически сложнее всего, потому что нужно лицом, по сути, упасть на батут, но не совсем лицом руки подставить. Должен сказать, страх – главная причина всех ошибок. И если не бояться, все получается без особых проблем. Отработав три базовых элемента с приземлением на живот в спину и в положении сидя, переходим в комбинации. Например, два раза подряд приземляемся сидя, причем с разворотом. Нам надо при выпрыге поднять руки наверх и повернуться плечами в обратную сторону. Пусть не очень грациозно, но сделано. Или другая комбинация. Теперь можно связать два элемента – живот и сет. Мы, получается, сначала прыгаем на живот, прыгаем на живот, а потом прыгаем в сет и встаем. Точность выполнения зависит от опыта. Комбинировать можно по два, три или четыре трюка в любой последовательности. Для кого-то может показаться, что прыжки на батуте – это очень похоже на детскую забаву. В принципе, отчасти так оно и есть. Но если начинаешь работать над какими-то элементами, буквально за 20 минут устаешь прилично. Комбинации – это хорошо, но все-таки моя мечта – освоить сальто. Говорят, что даже для новичка это вполне реально. И вот момент истины настал. Ну а теперь смертельный номер. Никита уверил меня, что я смогу сделать сальто вперед. План простой. Два прыжка на батуте, кувырок и я падаю вот в эту поролоновую яму. Замечательно. Полноценная нагрузка для всех групп мышц и неописуемый детский восторг от полета. Вот что такое спортивный батут. Проверено на себе. Субтитры создавал DimaTorzok